всем большой привет и при этом на связи играем так мира с 2 и сейчас нам нужно найти лекарства страховой поле с телефона леча врача у меня нет телефона ее прежнего врача так точнее я даже не имени его не помню доктором вековым мек ну да что то такое если прочту фамилию сразу вспомнил ага кстати давайте еще сделаем назад столик кажется перед падением мама пила чай и читала давайте посмотрим момент перед лицом башка летает чашка наполовину полная почему то мама встала и подошла вон туда может быть телефон зазвонил может быть маме сообщили плохую новость и она упала в обморок м совсем на нее не похоже ну да ты у нас шарманом дозатор лекарств каждому дню недели соответствует своя емкость она всегда шутит что из-за своей спины вынуждена принимать столько лекарств что хватило бы на целый дом престарелых но мама никогда не принимала всего что ей прописывали все говорила забываю дескать и вот как то семейный врач подарил ей этот дозатор мне всегда казалось глупостью игнорировать лекарства и мучиться из-за этого берем так думаю здесь большая часть лекарств но может быть где то есть еще я не знаю нужно проверить так здесь ничего мама настоящая меломанка тут мы с ней схожи правда не в отношении вкусов классика плохо сочетается с нирваной и перл джем ну почему же я могу абсолютно любую музыку слушать и мне кажется если человек меломан как ты ее назвал в принципе почему нет сегодня одно настроение завтра другое мне кажется как раз как раз таки вся красота именно в том разнообразии стилей но они замечательно сочетаются почему нет мамина сумочка внутри должны быть ее документы вот пожалуйста страховой полис а там больше нет ничего интересного а деньги я и сам заработаю но вообще то я не думал что возможно там есть все другие лекарства чайник взяли ладно м мама решила себя побаловать дома она готовила на какой то допотопной печи говорила что это напоминает ей времена когда она работала в англии поваром майка надо же водопровод вот уж не ожидал что обращение чайник чайник наполнился это знаете даже такое как можно сказать на автомате ты делаешь идешь к чайнику набираешь чайник м потом пьешь чай никогда не увлекался кулинарии но даже мне кажется глупостью включать плиту когда на ней ничего не стоит надо да я не знаю зачем это дело но допустим вода закипит пойдет пар а раз я не любитель чая кипяток мне не нужен так как как что не любитель чая так выходом ой дурацкий страховой полис я нашел теперь на очереди вещи поважнее лекарства история болезни а потом отправлюсь в больницу ну ладно серван здесь мои и мамины фотографии отцовских не вижу у мамы почти нет его фотографий наверное ей слишком больно вспоминать о нем его смерти в детстве я очень хотел знать кто мой отец мама рассказывала о нем а потом показала несколько фотографий это был единственный раз когда я видел его на снимках а ну ладно она то есть вот это она не показывает ну ладно мамин старый секретарь в нем она хранит письма счета и прочие бумаги не хочется там рыться мамин старый семь мамин старый нет лампа красивая но к сожалению не работает циточка на подоконнике стоит цветок понятия не имею как он называется отсюда не видно хм кажется под цветочным горшком что-то спрятано но да замечательно маленький медный ключик просто отлично мама любит детективы и страшные истории в основном старой школы эдгар алан по и все такое прочее может быть из за того что раньше она жила в англии мама часто рассказывала как работала в замке который словно сошел со страниц какого-то романа да на самом деле тоже люблю по но я бы не сказала что его прям рассказы на знаете вот именно в наше время они такие уже страшные последние несколько дней было солнечно но говорят завтра погода начнет портится ну по крайней мере на меня они не произвели такого прям сильного впечатления что можно было сказать думаю мамина мебель не менялась с тех времен когда она жила в англии старомодная но вместе с тем довольно стильная ну и там что-то можно порыться тоже полотенце футляр для очков журнал об искусстве несколько таблеток валерьянки ничего полезного так мамина записная книжка в ней должен быть телефон ее врача она естественно закрыт замочек вот так записная книжка открыта ну все ты сейчас найдешь так посмотрим как звали ее врача ковер доктор уэйк фил точно и здесь записан его телефон надеюсь у него осталось мамина медицинская карта отлично так ночник ночник с бумажным абажуром и керамическим основанием кремового цвета не думаю что в комоде есть что-то интересное мамин старый север а ну у меня по ощущениям мне кажется что нам нужно туда будет заглянуть но я не без понятия мамина ванная как всегда ничего лишнего мы никогда не бедствовали но мама всегда жила скромно и ее новый дом такой же аскетичный а нет он все таки входит туда да нам все таки приблизили эту картину старый маяк а под ним надпись уиллоу крик может быть это место в англии где она жила раньше в америку она приехала когда ей было уже за тридцать после аварии помните да кто играл помнит ну или смотрел по крайней мере сегодня утром я принимал здесь душ а мама приготовила завтрак на десятерых я поел немного только чтобы не расстраивать ее в университете я обычно вообще не завтракал ой я всегда завтракаю не могу пропустить этот прием пищи сегодня утром я принимал здесь душ я поел немного да да сюда может а да у них же шкафчики лекарственные господи забыла совсем ага вот и лекарства коробочки пузырьки ампулы возьму все с собой в целом там все кажется я собрал все лекарства ну ладно пойдем звонить тогда врачом надеюсь доктор уэйкфилд не сменил номер телефона так 5 5 5 ну приемная доктора уэйкфилда меня зовут дэрон майклс мне нужно поговорить с доктором вопрос жизни и смерти минуточку доктор уэйкфилд слушает здравствуйте доктор уэйкфилд это дэрон майклс дэрон что то с вашей мамой мэйкфилд 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 да вот и страховку тоже принес а когда будет можно спасибо я сообщил доктору неухаусу пока что присядьте пожалуйста я скажу когда можно будет пройти к ней мэйкфилд да очень долго и мэйкфилд да со страховкой вашей мамы возникла проблема похоже последний взнос неуплачен Я не знаю, какая разница. Понимаю, вам неприятно, но страховка... Да мне плевать, что там со страховкой, что с моей мамой. Сколько мне еще ждать? Скоро вы сможете ее увидеть. Но если мы не уладим вопрос со страховкой, возникнут проблемы. Вы должны... Хорошо, доктор. Можете пройти к маме. Палата прямо и направо. Мистер Майклс. Я не виновата, если ваша мама не заплатила, или банк не перевел деньги, или страховая компания отказывается оплачивать лечение. Вот, возьмите полис и разберитесь. Не хотелось бы, чтобы ваша мама встала на ноги, но лишилась средств. Да. Спасибо. В Америке эта система страхования очень жестокая. Ну, как мама? Боюсь, не очень хорошо. Она получила очень тяжелую черепно-мозговую травму. Похоже, ударилась о стол со всего размаху. Она... Нельзя терять надежды. Но сейчас ваша мама в коме, Дэрон. Мне очень жаль. Но есть маленький шанс, что она очнется. Возможно, если бы ее нашли раньше, то внутричерепное кровоизлияние не было бы таким обширным. Вы хотите сказать, если бы я отправился к ней сразу после нашего разговора, сейчас она не была бы в коме? Мальчик мой, вы не могли об этом знать. Да, да. Откуда мне было знать? Фуллер. Что-что? Фуллер. Моя мама звонила в фотомагазин. Она хотела поговорить со мной, а Фуллер просто бросил трубку. Нет, как такое может? Она была в сознании и пыталась позвать на помощь, но Фуллер... Дэрон, приди в себя. Это несчастный случай. Никто здесь не виноват. И сейчас тебе нужно просто... Просто торчать у ее кровати и надеяться, что все образуется? Нет. Я так не думаю. Дэрон, прошу. Спасибо за помощь. Я... Мы круглые сутки заботимся о вашей маме, Дэрон. Вы можете остаться здесь. Я загляну попозже. Я здесь не останусь. У меня есть дела. Жирный Боров дорого за это заплатит. Ой, да, я что-то задумалась. Нет, но самом деле никто же не знал, поэтому нет смысла кого-то обвинять. Ну, что делать, если он такой придурок? Там стетоскоп. Наверное, забыл кто-то из медперсонала, когда мыл руки. По крайней мере, доктор Ньюхаус свой стетоскоп еще не потерял. Берем? Возьму с собой. У них наверняка таких много. Весы. Может быть, для больных с ожирением? В любом случае, больничные весы намного массивнее домашних. Таких, как у нас в ванной. Лучше оставить весы здесь. Зачем они мне? Слушай, тут же знак руки появился. Как я не могу нажать сюда? Просто проверить. Характерный больничный стиль. Ну, ладно. Так, здесь какой-то медицинский флакончик. Может быть, остался от больного, который лежал в палате до мамы. Лаксатива. Лаксатива. Сильно действующая, слабительная. Отлично. Звучит многообещающе. Помните, как касторовое масло в Тунгусске? Да. На монитор выводятся жизненные показатели. Пульс, дыхание и так далее. Понятия не имею, насколько они хороши. Ну, давайте сейчас с мамой что-то скажем так. Она выглядит так. Кажется, она... Она кажется такой ослабшей. А мама всегда была бойцом. Ведь она всего лишь споткнулась. Наверное, как обычно, спешила на помощь ближнему. И вот этот чертов шкаф... Я бы... Я... Фуллер. Ну, он... Он мне за это ответит. Ну, нет смысла. Это я вам сказать не могу. Если хотите, можете поговорить с ее сыном. Он сейчас... А, вот и он. Эй! Эй, вы! Стойте! Так, может, ты кто-то такой уже третий раз на пути встречаешься? Что за чертовщина! Медсестра. А может быть менеджер? В наше время это почти одно и то же. Похоже, лечением людей здесь занимаются так. Между делом. Здравствуйте. Добрый день, мистер Майклс. Чем могу помочь? Как вы думаете? Моя мама поправится. Понимаете? Никто точно не знает. Хотя бывало, что люди выходили из комы и... После более тяжелых случаев. А еще иногда люди умирают. Из-за сущей ерунды. Вам надо надеяться на лучи. Ну, да, такая рулетка, знаете. С точки зрения статистики, польза от этого никакой. Так что лучше по берегу времени. Будет ли это исключением из статистики или обычной ситуации, так что... Мне надо нежно не опинять. Он справлялся о вашей маме. Что он спрашивал? Хотел узнать... Выживет ли она? Да. Я сказала ему, что информацию о пациентах мы не разглашаем. Велела обращаться к вам. Мы не знакомы. Но он уже дважды встает у меня на пути. Вы не знаете, кто он такой? Извините, нет. У него был акцент. Кажется, английский. А может и нет. Я хочу, чтобы этого типа ни на шаг не подпускали к маме. Вы понимаете? Конечно. Но обычно английский акцент вот такой выразительный. Так что можно сразу разобрать, что это... Ну, по крайней мере, не местный. Точно. Доктор Ньюхаус. Какой он? Он просто душка. Очень-очень милый. Не из наших краев, приехал пару лет назад. Но здесь он просто расцвел и... Я имел в виду, насколько он компетентен как врач. Да-да, конечно. Раньше он заведовал крупным госпиталем в Атланте. На самом деле его квалификация слишком высока для такого местечка, как Битфорд. Мне кажется, ему просто нравятся маленькие городки. Ваша мама в надежных руках. Кому-то понравился доктор. Ну, бывает. А вы вообще местная? Можно и так сказать. Я здесь выросла. Значит, вы можете рассказать про этот городок много интересного. Знаете, у нас тут редко что-то происходит. Два года назад покончила с собой одна девушка, бросилась в море. Представляете, ее даже искали с водолазами. К сожалению, спасти ее не удалось. И тело девушки так и не нашли. А в остальном здесь, в общем, ничего не происходит. Вы говорили о Керри? Вы были знакомы с ней? Да, мы тогда вместе занимались аэробикой. Как думаете, почему она покончила с собой? Никто не знает. Вообще, она всегда была очень веселая. Мы много смеялись вместе. Но потом она как-то переменилась. Бросила спорт. И мы как-то потеряли контакт. Я и представить себя не могла, что ей настолько плохо. Спасибо за информацию. Да, вот эту историю, кстати, про девушку, которая покончила с собой, я совершенно не помню. То есть, вообще, абсолютно. Насчет этой глупости со страховкой. Советую внимательно просмотреть чеки вашей мамы. Если она переводила деньги, значит, дальше будем разбираться в банке и в страховой компании. Если хотите, приносите сюда квитанции об оплате. Я позабочусь об остальном. Спасибо. Насчет этой советовки, если хотите. А, ну что, да. Большое спасибо за сведения. Нет проблем. Хорошо, что здесь есть люди на улицах. Как-то так. Ну, то есть, создает именно такой именно город. Там кто-то ходит туда-сюда, стоять, ждут и так далее. Знаете, вот этих старых квестов там же не было практически ни прохожих, никаких. Просто вот все люди только по сюжету. Давайте, слушайте, сохранимся. У меня почему-то такое ощущение есть, что... Я даже не знаю почему. Но... Возможно, эта игра может вылететь. Конечно, такого не было, но... Все-таки... А, и давайте еще дневничок. Ой, что? Моя мама обычная мама. Она в битвах теменьше года, но уже взвалила на себя половину общественных дел. Доктор Ньюхаус, с которым мы виделись в кафе, хотел встретиться с ней по поводу покупки картин. Она не пришла. Неужели мама начинает все забывать? Так, кто это незнакомец? В окрестностях рыщет странный тип. Сначала я столкнулся с ним в кафе, а только что обнаружил, что он следит за Анжелиной. Нужно держать ухо востро. Тем не менее, меня ждет встреча с Анжелиной. Уже сегодня я отнесу ее в гостиницу снимки в Кулера. Кажется, она не обратила внимания, когда он пытался унизить меня в ее присутствии. Мама в больнице. Маму только что увезли в больницу. Наверное, она упала. И, надеюсь, она поправится. Боюсь, мы никогда не были по-настоящему близки. Но она старалась изо всех сил. Конечно, я был трудным ребенком. Ага. Нету... А, то есть так... А, можно. Смотри. О, все, вижу. Как переключать странички. Че, переворачивать? Переключать. Так, фотографии надо сделать. Да, пленка с фотографиями. Раздобыть фотобумагу. Мамин страховка. Высказать все Фуллеру. Да. Может, к маминому дому сходить. Раньше мы часто ссорились из-за того, сколько мне можно смотреть телевизор. Ребенком я сидел перед ящиком часами. Сейчас меня его смотреть не заставишь. Слава богу, мозги не совсем расплавились. Телескоп. И он не заметил. Мама взлетает за китами в подзорную трубу. Местные здесь подходящие. Киты проплывают дважды в год, курсируя между Мексикой и Канадой. Брать его не надо. Красивая вещица в классическом стиле, в мамином вкусе. Кажется, довольно дорогая. Подзорная труба поворачивается на штативе. А сверху прикреплен компас, указывающий направление взгляда. Красивая вещь. Да, все. Только там могут быть считают секретерием. Мамин старый секретарь. В нем она хранит письма, счета и прочие бумаги. Посмотрим, что тут можно найти. Ну-с, приступим. Значит, у меня какая-то такая... О, боже. Тут можно только так переворачивать. Ладно. Это... Это загадка надолго. Штябре. Куда? Это тут, да? Так вместе будет. Может, вот так. А, все, да? О, супер. Да, ладно. Подожди, здесь что? Или здесь пустое место, как раз или как? Вот здесь должен быть как бы вход. Это же тем. Нет, это не то. Что? Что такое действие? Да, черт поймет. Во, вроде бы. О, да ладно. Так быстро ура. О, боже, еще. Еще одна загадка. Маленькая деревянная шкатулка. Я раньше ее не видел. Ага. Вот мамина квитанция об оплате. Их я и искал. Возьму с собой. Так, что-то еще есть. Портсигар. Неужели мама тайком покуривает? О, здесь всего лишь карты. А я уже забеспокоился. Карандаши. Карандаши. Самые обычные. Лучше оставлю на месте. Карандаши всегда ломаются. А точилки я не вижу. Здесь не открыть... Жди, я этот... Чистый бланк. Нет. Ладно. Маленькая деревянная шкатулка из маминой спальни. На крышке какие-то символы. Маленькая деревянная... На крышке какие-то. Так, хорошо. Где мы ходим? Ой. И тут такие переходы, что-либо... Либо он вот так вот плетется, вот как сейчас. Либо это все очень сильно мигает. Учетная книга. Нет, сначала сам глянув книгу одним глазком. А уж потом покажу медсестре. Подожди, я думала, что ты уже глянул. Да, я в этом ничего не понимаю. Посмотрим. Кажется, это движение средств на мамином счету. Оплата аренды. А вот оплата счета за телефон. Сумма 18 долларов 45 центов. Ага. Вот и квитанция об оплате страховых взносов. За прошлый месяц. Значит, она все-таки платила. Ну, я им устрою. Что это? Какое-то письмо. Дорогая Ребекка. Твое письмо мы получили и очень рады, что у вас все хорошо. Разумеется, я и дальше буду высылать тебе причитающуюся сумму в полном объеме. Твое предложение очень любезно. Другого мы от тебя и не ожидали. Но о том, чтобы уменьшить сумму, не может быть и речи. Даже если он теперь живет отдельно. Ты прекрасно выполнила свою задачу. Пришло время пожить для себя. Наслаждайся жизнью в штате Мэн с любовью Ка. Странно. В полном объеме. Даже если он больше не живет с тобой. Что это значит? Так, мама получила денежный перевод. Ага. Сумма в полторы тысячи долларов из английского банка. Банк BCW. Филиал в Уиллоу Крик. Уиллоу Крик? Что-то знакомое. Раньше мама жила в Англии, но... Разве... Уиллоу Крик? И кто этот Ка? А главное, почему он шлет ей деньги? Вот еще. И еще. Похоже, она получает перевод каждый месяц. Кажется, это вообще ее единственный источник дохода. Ничего не понимаю. Мне она всегда говорила, что каждый месяц получает компенсацию. По страховке человека, по вине которого произошла авария, в которой погиб отец. Наверное, я не должен был. Да мне все равно. Просто храни секреты, это так не похоже на маму. Я... Я потом спрошу ее, почему она солгала мне. Как только... Как только ей станет лучше. Ну да, слушайте, мы так уже неплохо продвинулись, я думаю, будем завершать серию. Ох... Существует тайн становится все больше и больше, то этот непонятный мужик, спрашивающий про маму, то у мамы какие-то переводы из Англии. Шкатулка, которую надо будет открыть каким-то образом. И, кстати, вот эту загадку с... Ну, вот эту головоломку мы решили очень быстро, я довольна. И как-то вообще идем, в принципе, неплохо, но я думаю, все самые затупные моменты ждут нас впереди, так что еще не вечер, как говорится. Вам, я говорю, огромное спасибо за просмотр, я надеюсь, вам нравится. Мы встретимся в следующих сериях, и до скорого!